Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим об одном интересном растении. Растение, это вам знакомо, по крайней мере все знают, но не всюду, но растет. Это лавр. Лавр растение, конечно, известное. Почему известное? Ну, во-первых, все мы знаем, что лавр это признак геройства, доблести, мужества. Поэтому лавровыми венками украшали победителей в Древней Греции, в Древнем Риме. И, соответственно, слово лауреат обозначает увенчанный лаврами. Поэтому слово лауреат значит очень почетный, уважаемый гражданин. Но нас лавру будет интересовать несколько с другой стороны, с агрономической. Потому что растение это родом со Средиземноморья. Оно растет по всему Средиземноморью. То есть и Турция, и Греция, и Югославия, Италия, Испания. Всюду лавр растет, используется населением. Также лавру мы используем в своей кухне. Он у нас присутствует как добавка к любым блюдам. Рыбные блюда, вошлые блюда, закатки какие-то. По-моему, идет лавра. За счет, что он придает, он придает вкус блюдам. Наши определенные, улучшают вкусовые качества. Поэтому он широко-широко используется. Но вырастить лавр дома не во всех удается. Я хочу поделиться опытом, как этого добиться. Потому что вырастивая лавру, уже заметил, какие ошибки можно совершить. И какие неудачи могут нас постигнуть. Давайте мы поговорим. Потому что лавр вырастает, как бы держится, 4-6 метров. Но у нас он будет гораздо меньше. Лавру можно размножать семенами. Семена его нуждаются в подготовке. Они всходят через 4 месяца. Поэтому созревают осенью. Они обычно в октябре. Но это на югах. У нас они, конечно, могут и не вызреть. У нас не тот климат. И вот их высевают. И только весной начинают появляться всходы. То есть свежие семена, как бы, имеют такой растянутый период прорастания. Гораздо проще размножить лавр черенками. Так вот. Многие уже садили черенки. Особенно в эту пору. Потому что в осеннюю пору, как бы, с юга привозят ветки лавра. Его там образают. Они наиболее богаты в эту пору эфирными маслами. И лавровые ветки привозят. Привозят лавровые ветки. И многие берут их, как делают, как черенки, высаживают. Но проходит время. Эти черенки даже при обработке стимуляторами чернеют и погибают. Значит, первая причина. Первая причина – неправильный срок черенкования. Наиболее успешно лавр черенкуется в апреле и июле месяце. То есть в начале роста. И вторая волна идет, когда уже молодые побеги отрастут и немного древеснеют. То есть вторая волна роста. Следующая такая неудача постигает, почему лавру погибает. Значит, он очень боится переувлажнения почвы. Поэтому лавру надо высаживать чистый песок. То есть берем стаканчик или какую-то емкость, набиваем чистым песком и туда высаживаем лавру. Следующий размер черенка играет большую роль. Размер черенка лавра составляет 6-8 сантиметров. То есть 2-3 листика. Лучше укорняются верхушки. Листики мы будем образовать наполовину и после этого высаживаем песок. Корни образуются примерно месяц-полтора. Образуются корышки. И только после этого мы достаем лавр и высаживаем плодородную почву. Надеюсь, это понятно. Ну и самая большая неудача постигает, конечно, наших любителей, это в осенний период. Почему? Потому что лавру требует холодной зимовки. Температура должна быть где-то 5-10 градусов тепла. И у очень ограниченного полива. Мы же держим в комнатах, где температура гораздо выше. Растение вечно зеленое. Он испарает листьями воду. Мы его поливаем и, как правило, наши растения просто-напросто погибают, не доживая до весны. Поэтому надо обеспечить холодную зимовку. Ну, конечно, путешествие по нашей Белоруссии. Мне приходилось видеть, что уже многие любители начинают выращивать лавру и в наших условиях. Самое главное выращивать лавру в открытом грунте, ну, успех зависит от зашитых растений в зимний период. Такая зашита растений, как делается для большинства растений, для лавру не подходит. Потому что его листья вечно зеленые. Ну, самый простой способ, что можно порекомендовать. Значит, если вы посадили кустик лавра, вместо выбираем солнечное для кустика лавра. И по почвах замечу, что лавра любит тяжелую почву, то есть суглинок. Песок надо добавить перегной. Добавить обязательно туда добавляем сухую штукатурку и известь. Он будет отзывчивым на зеркование почвы. С этими добавками он будет очень такой жизненный, очень давать хорошие приросты. Это лучше всяких подкормок для лавра. Выбираем солнечное место, высаживаем. Так вот, перед зимовкой, в условиях Беларуси, это будет примерно вторая половина октябра месяца, мы срезаем ветки лишней лавры и связываем. Его связываем просто в пучок. Связали в пучок. При одной технологии, значит, что берем в деревянный ящик, сразу без крышки, ставим в деревянный ящик сверху, засыпаем сухими опилками. Засыпаем сухими опилками, делаем крышку, такую же самую, чтобы ветер не вытирал. И всю эту конструкцию мы закручиваем полиселеновой пленкой. Закрутили полиселеновой пленкой, наша лавра благополучно перезимует. Ну, это более трудоемкая технология. Вторая технология, которую мне приходилось видеть, которая более простая, это используются керамические дренажные трубы. Как вы знаете, керамическая дренажная труба в одном месте, она имеет расширение. Идет промая, потом расширение внизу. Так вот, этим расширением мы ставим на наш связанный куст лавра. Поставили на куст лавра, и все пространство, опять же, засыпаем сухими опилками. Далее у нас есть плитки. Есть плитки керамические, тяжелые, которые тяжелая плитка. Сверху укладываем эту плиточку. Весной снять будет пустяковое дело. Будет достаточно снять верхнюю плиточку с лавра, перевернуть эту керамическую трубу, и все, наш лавр уже на свободе. Отгребляя пилки, он будет расти. Значит, в открытом грунте в Беларуси лавр надо открывать в конце апреля. Не надо спешить. Даже конец апреля, начало мая, лучшие сроки для центральной части Беларуси, для того, чтобы лавр открывать от зимнего укрытия. Ну а далее подкормки, он отзывчивый на любые подкормки органическими, минеральными удобрениями. Все можно подкармливать. Но листья летом не используем, потому что летом они имеют мало эфирных масел. То есть они как бы, ну, не имеют, многие скажут, что они вкуса не имеют, потому что наибольшее количество эфирных масел лавр начинает накапливать к осени. Сентябрь, октябрь, месяц. Ну на югах это ноябрь, декабрь еще дополнительно. Вот в ту пору мы будем резать лишние веточки с лавра для использования. Ну а использовать лавр как? Используется лавр очень разнообразно. И что древние медики высоко оценили лавру не только как кулинарии, но и как лекарственное растение. Так вот, лекарственным растениям что помогает лавр? Значит, можно спазм излечивать при приеме внутрь. Рецепт старинный, очень простой. Берется по столовой ложке лавровых листьев. Можно брать сухие лавровые листья, не обязательно свежие. Столовая ложка уксуса и столовая ложка меда. В горячей воде заваривается лар, процеживается, и после этого туда добавляются уксус и мед. И по чайной ложке 2 недели, 3 раза в день, 2 недели пьется. Значит, это очень помогает, когда есть спазм. Они проходят без следа. То есть такое лекарство натуральное и очень полезное. Ну и следующее, что лавру очень помогает, это лавровое масло. Лавровое масло входит в состав мази. В мази, которые начинаются при радикулитах, когда опухают ноги, при опухлости ног, например, при радикулитах лавровое масло очень помогает. Сделать его в домашних условиях. Для этого необходимо взять 30 г сухого лаврового листа. Вот, например, если пакетик 10, значит 3 пакетика. Делается очень просто. Или отвесить на весах. Давайте эти листья мы просто ломаем как можно мельче. Измельчаем. И заливаем 200 граммами оливкового или подсолнечного масла. Или в теплое место, ближе к батарее где-то, на 6-7 дней. Постояли. Наш раствор приобретает какой-то уже аромат. После этого процеживаем. И вот дальше, смешивая с жиром, мы получим хорошую растирку для больных ревматизмом ног и спины. Потому что это делается, видите, очень просто и очень эффективно. Попробуйте. Оно как бы очень согревает. Ну, дальше. Различные опухоли, укусы. Также это самое излечивается этим лавровым маслом. Взяли капельку, растерли, и как бы боль начинает стихать. То есть лавра имеет способность как бы оттягивать эту боль. Так что вы поняли, какое замечательное растение вы можете вырастить в своем саду, использовать в кулинарии, а также в медицине. Так что не забывайте о лавре. Если вас позволяют лошади и терпение, займитесь этой культурой. Здоровья вам и до новых встреч. До свидания.